Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала Абовсёмыч! В сегодняшнем видео мы поговорим о народных приметах и немножечко затронем правила фэншуй для привлечения денег в ваш дом и обсудим, что нужно сделать, чтобы ваш денежный поток стал бесконечным. Так что же нужно делать, чтобы в доме всегда были деньги? Первое, что рекомендуется, поддерживать в доме чистоту, а также не следует дома надевать грязную и ветхую одежду. Эзотерики рекомендуют для привлечения денег использовать денежные заговоры. Ссылочку, как провести заговор на деньги и удачу, мы оставим в описании к видео. Ну а сейчас мы поговорим о народных приметах, которые способствуют привлечению финансового благополучия. И вот некоторые из них. Наши прабабушки считали, что для того, чтобы деньги возвращались в дом, нужно положить пару монет под скатерть обеденного стола и под коврик у входа в ваш дом. Ещё наши прабабушки считали и нас учили, что хозяйственные сумки, придя домой из магазина, нельзя ставить на стол, а также категорически нельзя класть на стол ключи, перчатки, шапку и ни в коем случае не смахивайте крошки со стола рукой. Подобные действия лишат вас денежной удачи. Ну а для привлечения денег следует скатать восковые шарики. Считается, что воск притягивает деньги. И разложить эти шарики в ящиках письменного стола. Это и будет магнитом для денег. Рекомендуется в доме держать денежное дерево, аквариум, фонтан, фигурку китайской денежной трёхлапой жабы и обязательно в доме должны быть китайские монетки. Мыть полы в доме следует водой с добавлением капель денежных масел. Например, масло почули. Это очень сильное масло. После того, как получили зарплату, лучше сразу деньги не тратить, а дать им переночевать дома. Также бабушка всегда говорила, что считать деньги и делать уборку нужно до заката. Веник в доме должен стоять метлой вверх, тогда в доме будет большой достаток. Никогда не хвастайтесь доходом. Деньги любят тишину и счёт. Не подбирайте деньги и не приносите их в дом. Через них можно получить порчу. Ни в коем случае нельзя подавать просящим те деньги, которые вам дали на сдачу после покупки соли или же хлеба. Может произойти так, что вы сами окажетесь в бедственном положении. А также нельзя отдавать последнюю мелочь из кошелька, чтобы не остаться с пустым кошельком на долгое время. Если чешется левая рука, это обязательно к деньгам. Если вы, делая яичницу, обнаружили в одном яйце два желтка, это говорит, что вскоре вас ждёт финансовая прибыль. Удачи вам и будьте успешны! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok